Внедрение платежных терминалов в работу сотрудников госавтоинспекции – новая для республики инициатива. Знаменательно, что идея подобного эксперимента принадлежит Брестскому областному управлению ГАИ. Регион находится на границе трех государств. Накануне чемпионата по хоккей через Берестейскую границу будет проходить большой поток автомобилей, как из стран соседок, так и из далеких государств. Новый способ оплаты позволит упростить систему оплаты штрафов. Для расчета необходимо будет иметь при себе лишь пластиковую карту. Не всегда бывает так, что наличных денег хватает, а на карточке они всегда есть. И удобство для граждан только мы создаем чисто для этого. Жители России и жители Западной Европы, у них довольно-таки часто имеются только пластиковые карточки, а на трассе действительно есть такие проблемы, чтобы оплатить за то или иное нарушение штрафа, приходится довольно-таки еще и потрудиться, поискать тот же платежный пункт. Сегодня только несколько автомобилей областного управления ГАИ могут похвастаться наличием платежного терминала. Для оплаты принимаются банковские платежные карточки, международных платежных систем «Мастеркард», «Виза Интернешнл» и системы межбанковских безналичных расчетов на основе банковских платежных карточек «Белкарт». Терминал этот предназначен для оплаты штрафа по банковской карточке. Значит, сумма любая может быть оплачена по безнальному расчету. Выносится постановление, и штраф уплачивается карточкой, не наличными, не в банке, а на месте. Пока инициатива носит экспериментальный характер. Однако в Брестском областном управлении госавтоинспекции уверены, если опыт использования устройств будет положительным, не исключено, что платежные терминалы появятся во всей республике. Сотрудники ГАИ считают, что экспериментальный проект сможет упростить систему оплаты штрафов, позволит рассчитываться на месте даже в случае отсутствия наличных денег и сделает работу стражей правопорядка более открытой, что, возможно, увеличит доверие к сотрудникам госавтоинспекции со стороны граждан.